Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Добрый вечер. В интернете разгорается скандал из-за увольнения учительницы в Омске. Педагог лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Кадры опубликовало модельное агентство, в котором училась женщина. Руководство школы не оценило художественную ценность снимков. Власти заявили, что своими фривольными фотографиями учитель истории нанесла урон имиджу школы и самое главное, высокому званию педагогического работника. В городской администрации отметили, что якобы осознав свою вину, педагог написала заявление по собственному желанию. Между тем, многие интернет-пользователи вступились за учительницу, написав, что ничего фривольного в этих снимках нет. А самой девушке надо идти в суд и отстаивать свои права. Внимание кировчан привлекли дорожные ямы, закрытые коврами. Соответствующие фотографии появились в паблике злой кировчанин. Кто положил палас на проезжую часть на улице Упита, неизвестно. В комментариях жители города отмечают, что, по всей видимости, у кого-то просто лопнуло терпение после поездок по ухабам. Некоторые шутят, что такое дорожное покрытие прослужит дольше асфальта, поскольку период полураспада совкового ковра лет 50. Нашлись и те, кто посчитал, что посторонние предметы на проезжей части могут быть небезопасными для участников дорожного движения. Добавлю, что кировчане не первый раз пытаются золотать ямы коврами. Ранее такие композиции были обнаружены на улице Мопра в Новобятске. А вот в Кургане дороги тоже не очень, зато разметка хоть куда. Правда, на грунтовой трассе. Снимок, сделанный между двумя населенными пунктами, вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Местные жители называют эту дорогу танковой. По ней на испытания ездит БМП, который производят на местном машиностроительном заводе. В комментариях некоторые подписчики предполагают, что это такая шутка местной молодежи. Другие сетуют, что в самом городе о новоразметке даже мечтать не приходится. И, наконец, пользователи социальной сети Инстаграм умилило видео, опубликованное московским зоопарком. Там у пары восточноевропейских рысей родились четверо детенышей. Как отметили в зоопарке, рыси в природе живут довольно обособленно. Поэтому пару в неволе было организовать довольно сложно. Самец и самка нашли общий язык только после восьми лет общения. В прошлом году у них появилось первое потомство – две самки и один самец. Пол рыся отрожденных в этом году пока неизвестен. Пока что детеныши питаются материнским молоком. Однако уже через два месяца они начнут постепенно переходить на мясо. Специалисты стараются не беспокоить семейство, чтобы малыши могли подрасти в спокойной обстановке. У меня на этом все. До встречи. Впереди длинные выходные. Вся страна официально отдыхает три дня. О том, какие мероприятия будут проходить в Кирове, расскажет Евгения Бакина. Она подготовила небольшой анонс. Женя, что нас ждет в празднике? Привет, Свет. Для начала расскажу о мероприятиях, которые пройдут 10 июня. Завтра, то есть? Завтра, да. Во-первых, Кировский отряд «Лиза-Алерт» проведет летние учения для будущих волонтеров. Старт запланирован 10 июня. Учения пройдут в поселке Верхо-Шижимье. Все желающие, кто хочет пополнить ряды волонтеров, могут принять участие. Там расскажут о правилах поведения не только в городе, но и, конечно же, в лесу. Как нужно ориентироваться, на что обращать внимание. Также о первой помощи, если вдруг что-то случилось. Ну и такое мероприятие создано для того, чтобы пополнить ряды волонтеров, потому что сейчас, к сожалению, их не хватает. Напомню еще раз, что мероприятие состоится с 10 июня и продлится до 11. Все участники, кто хочет еще принять участие, может подать заявку в группе «Алерт». Ну и, наверное, это актуально еще в преддверии лета. Надеемся, что у нас будет лето. Как правило, специалисты, волонтеры отряда «Лиза-Алерт» говорят, что очень много летом теряется в лесу, поэтому даже те, кто не захочет потом быть волонтером, просто, наверное, будет полезная информация. То есть все подробности, время, как туда попасть, можно узнать в группе ВКонтакте. Все в группе ВКонтакте у них, да, есть. Второе мероприятие в поселке Дороничи в час дня состоится межрегиональный фестиваль. Когда? В час дня. Когда? Завтра? Завтра, да, состоится. Малиновый звон на Вятке, как сообщают, мероприятие будет. Она уже первый этап проходила 20 мая, там выбирали лучших участников. И сейчас самое лучшее, так скажем. А что? В чем суть фестиваля? В чем суть? Там будет проходить некий батл, то есть колокольный звон. А, вот оно что? Да, на самом мероприятии, во-первых, все участники могут попробовать, также исполнить какую-то свою мелодию, вообще побывать, посмотреть, что это такое. И, во-вторых, узнать историю о колокольном звоне и быть свидетелями колокольного батла. Это на самом деле интересно. На территории какого-то храма получается? Это будет, да, на территории храма. Ну и для тех, кто знает или ориентир, это площадка детской школы искусств в поселке Дороничи. Те, кто знает и кому интересно, да, будет здорово посмотреть. Ну и 12 июня, день города, все мы знаем, там будет огромное число мероприятий. Развернутся они в основном на Театральной площади, но самое раннее, это в 10 утра на Театральной площади развернется площадка в рамках фестиваля «Вкусная вятка». Там приготовят рестораторы, ведущий кафе Кирова, вятский десерт. Можно попробовать всем? Да, можно попробовать всем, как он выглядит, что вообще вы можете себе представлять, вятский десерт, какой на вкус, все это могут кировчане узнать 12 июня. Также с 11 до 12 от Театральной площади стартует маршрут праздничный, там все желающие могут побывать на 10 популярных местах нашего города. Это Детский космический центр, Парк Победы, Набережная Грина, Парк Гагарина, побывать на этих местах и также узнать об их истории. Экскурсовод, да, какой-то будет? Да, там будет экскурсовод работать и для всех желающих проезд будет бесплатным, поэтому есть возможность также больше узнать в нашем городе. Очень интересно. Это с 11, да? С 11 у Театральной площади стартует автобус. Он будет украшен, то есть его сразу же заметят. Кого заинтересует на Театралке, я думаю, что сориентироваться найдут. Да. Далее с 4 до 20.00 состоится открытие летнего сезона в Ботаническом саду ВятГО. Это старт большой летней программы, подготовленной студентами и преподавателями политеха, да, Кировчан. Принять участие могут все желающие. У нас совсем чуть-чуть осталось эфирного времени. Самое главное мероприятие во сколько? Самое главное, да, это с 7 до 8 вечера выступление группы «Звери» на сцене Театральной площади. Все могут прийти на это, посмотреть, также исполнить песни. Мы будем надеяться, что нам и с погодой повезет, вероятно, будет фейерверк. Да, будет салют. Салют. 22.00, да, набережная Грина. Так как, к сожалению, фейерверк не понравился 9 мая, так как нам сообщили. Но будем надеяться, что нам повезет с погодой 12 мая.